Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня уже неоднократно звучал этот термин «игра». Детство — это игра, игра — это главная деятельность ребёнка, и это действительно так. И среди всех видов игр есть один, который обладает наибольшим, так сказать, развивающим потенциалом, и который в отечественной психологии называется «ведущий». Это сюжетная игра. Так вот, эта сюжетная игра влияет абсолютно на все сферы развития ребёнка и на все новообразования дошкольного возраста. Это и воображение, потому что в этой игре ребёнок создаёт какую-то воображаемую ситуацию, создаёт какие-то сюжеты, что-то придумывает. Это и произвольность, потому что когда он тянет сюжет, когда он ограничен сам какими-то рамками, развивается саморегуляция. Это и самостоятельность, поскольку сюжетная игра — это способ самовыражения ребёнка. В общем, какую бы мы сторону ни взяли, в игре это развивается. И в то же время уровень этой сюжетной игры в последние годы заметно снижается. Мы периодически проводим мониторинги уровня развития игры, и вот выясняется, что высокий уровень игры сейчас характерен только для 5% детей, а подавляющего большинства дошкольников, старших дошкольников. Эта игра находится на низком уровне. То есть простые манипуляции, одевание, переодевание кукол, вождение машинок, какое-нибудь там кручение, перекладывание, вот создание сюжетов, принятие роли, разворачивание какой-то воображаемой ситуации встречается крайне редко. И причины этого достаточно очевидны. Это прежде всего приоритет учебных занятий. Считается, что мастерство воспитателя заключается в том, как он проводит занятия. И родители, и воспитатели ориентированы прежде всего на проведение каких-то учебных занятий. Потом дефицит, собственно, ликвидация, я бы сказала, разновозрастных детских сообществ. Традиционно эта игра передавалась от старших детей к младшим. И естественное воспроизведение игры наталкивало на то, что игра – это какая-то спонтанная, естественная деятельность ребенка. Сейчас эти возрастные сообщества практически не встречаются. И поэтому дети растут в одновозрастных коллективах и источниках, трансляторов игры. Ну, становится все меньше. То есть эту функцию должен взять на себя взрослый, а ему это трудно. Но об этом потом. Потом еще такое новое явление современности – это так называемая маркетизация детства. Когда детям предлагается огромное количество игрушек, игр, фильмов, всяких развлечений, которые значительно проще и доступнее, чем игра. Ну и, конечно, экспансия вот этого видеоматериалов, СМИ и, конечно, гаджетов. И играть с планшетами гораздо проще, чем с реальными такими игрушками, когда ты сам должен все это создавать. Еще одна причина игры, дефицита игры, как говорят многие родители-воспитатели, что дети не умеют играть и не хотят играть. Потому что играть с гаджетом и с планшетом гораздо проще, интереснее, активнее. И зачем им все эти ваши сюжетные игры? И здесь возникает вопрос, а нужно ли учить ребенка играть? И вопрос этот не такой простой. Даже среди психологов тут разные мнения есть. Одни говорят, что игра – это естественная деятельность ребенка, где не нужны никакие там навыки, умения, определенные способы действия. Что хочет, то и делает. Но жизнь показывает, что уровень развития игры во многом зависит от условий воспитания и в семье, и в детском саду. И есть детские сады, где дети прекрасно играют, а есть, увы, где уровень игры очень низкий. И вот задача воспитателя как раз не научить, я не люблю этот термин обучение игре, а приобщить ребенка к игре, открыть ему культуру игры. И для этого он должен, этот воспитатель, занимать как бы двойственную позицию. Двойственную позицию. То есть, с одной стороны, он должен быть участником игры, как бы старшим ребенком, включаться в игры, быть наравне с ребенком, что умеют, кстати, далеко не все взрослые. Но с другой стороны, он не должен быть с ребенком абсолютно, он не должен быть с ним на равных. Он должен быть одновременно и организатором игры, и удерживать эту педагогическую задачу, и быть образцом более высоких уровней игры. И вот, то есть, с одной стороны, он должен мотивировать ребенка к игре, делать ее привлекательным и вовлекать, с другой стороны, он должен передавать средства этой самой игры. И вот баланс этих двух позиций удержать очень трудно. Вот лавирование между одним и другим, это требует определенных способностей, определенных умений и определенной компетентности. Вот как раз о компетентности, игровой компетентности педагога мы и будем говорить. Но сначала скажу, что гораздо проще для взрослого человека и для педагога быть вот этим самым организатором, руководителем и ведущим в игре. В результате получается такая вот, то, что я назвала, дидоксизация игры. Дидоксизация игры. Когда взрослый организует среду, распределяет роли, говорит, что кому надо делать. То есть, вот сажает детей буквально в такой вот кораблик и говорит, куда мы плывем, кто что должен делать. То есть, он диктует, руководит, берет вот это организующее начало на себя. И понятно, что это не настоящая игра, потому что в настоящей игре ребенок всегда выражает то, что ему важно, то, что он всегда играет в себя прежде всего. Даже когда он играет в профессии, он играет так, как он это видит. И спонтанная игра детей очень часто выглядит совсем не так, как написано в учебниках. Там нет последовательного разворачивания сюжета, они могут перескакивать с одного на другой, они могут что-то вспоминать, заканчивать не тогда, когда нужно взрослому. И, как правило, педагогу это не нравится. Неправильно играете. И он говорит детям, как надо играть. Ведь тут, конечно, нарушается вся логика игры, и она перестает быть самостоятельной активностью детей. Еще один аспект дидоксизации игры – это превращение игры в средство обучения, когда на занятиях используют так называемые игровые приемы, игровые технологии, игровые там способы и так далее. Но игра, как активная детская деятельность, ни в коем случае не есть форма обучения. И между использованием игры как средством обучения и игрой как самостоятельной активностью ребенка очень большая разница. Вот тут я как раз попыталась эти различия представить коротко. Когда ребенок играет сам, он сам инициирует эту деятельность, сам выбирает какой-то сюжет, сам ее творит. Когда ребенок играет, как? Когда ребенок учится игровыми средствами, соответственно, задачу ставит взрослый. Взрослый контролирует его действия, и вообще субъектом этой деятельности является не ребенок. Теперь в игре ребенок получает удовольствие от самого процесса. Он играет не потому, что его похвалят, не потому, что получит какой-то результат, а само действие очень важно и увлекательно. Когда мы говорим про игровые формы обучения, то здесь главная мотивация – это мотивация достижения, сделать правильно, получить правильную хорошую оценку. Это совсем другая мотивация в дошкольном возрасте, она неправильная. Но это другая тема. Но, в общем, он не должен ориентироваться на сравнение с другими, на оценку взрослого, а получать удовольствие просто от жизни, что происходит в игре, но, увы, не происходит в игровых занятиях. Ну и, наконец, игра – это деятельность спонтанная, такая творческая, где ребенок пробует, ищет, и никогда не знает, что он будет делать дальше. В отличие от этого, в занятиях есть какой-то образец, есть правильный ответ, который нарушать нельзя. Вот такие серьезные отличия между игровыми способами обучения и игрой как с спонтанной, активной, самостоятельной деятельностью ребенка. Между тем, в нашей, в российской дошкольной педагогике преобладает как раз использование игры как средство обучения. И последствия этой тенденции достаточно очевидны, и они достаточно печальны. Дети лишены какой-то самостоятельности, и когда ими не руководят и не говорят, что надо делать, и когда нет по-другой гаджета, они не знают, чем себя занять и скучают. Нарушение коммуникации, снижение воображения, снижение какой-то самостоятельности, активности – все это результат ухода вот такой вот игры, как самостоятельной деятельности ребенка из нашего детства. Ну, все это, конечно, ставит вопрос о тех условиях, которые должны создаваться для поддержки, для развития и для культивации, я бы сказала, игры в нашем дошкольном образовании. Какие это условия? Это прежде всего признание важности игры. Вот на словах мы постоянно ее подчеркиваем, но реально ценим искусство педагога прежде всего потому, как он проводит занятия. Кстати, конкурсы воспитателей у нас проходят регулярно, и там анализируются методики проведения занятий прежде всего. И педагог считает, что главная его задача – это провести достаточное количество занятий. И родители тоже требуют, чтобы детский сад осуществлял определенные занятия. А игра считается досугом, развлечением, чем-то несерьезным. Вот это совершенно неправильно, и понимание значимости игры для детского развития, оно, в общем, принципиально очень и для педагога, и для детского сада в целом. Теперь открытость образовательной программы. Сейчас у нас по новому стандарту детский сад сам, детская организация сама создает эту программу. И вот в этой программе обязательно должно быть время для игры. Время для игры, но не менее двух часов в день. Наши исследования показали, что дети придумывают, во что играть и разворачивают игру, только после примерно 20 минут вот такого свободного, активного времени. А, как правило, у нас остается на эту игру всего полчаса, и то где-то во второй половине, когда детей уже забирают. Так вот, время для игры и возможность выбора. Выбора материала, выбора партнера, выбора, собственно, сюжета и способа игры. Ну и, конечно, главные условия, теперь я перехожу к главному предмету моего доклада, это игровая компетентность воспитателя. Что это такое? Понятно, что это умение играть, но этого недостаточно, потому что не только я сам должен уметь играть и получать удовольствие от игры, но и передать это, передать это детям. Что для этого необходимо? Вот я наметила некоторые свои соображения. Понятно, они не окончательные, и эта тема может развиваться до бесконечности. Но что тут важно, что можно ли вот это умение играть, вот эту игровую компетентность передавать в ВУЗе, в техникуме, в учебном учреждении? Каким образом? Понятно, что это делается не на лекциях. И через такой разговор это умение не приобретается. Тут нужны какие-то активные действия, какие-то тренинги, какое-то включение в эту детскую жизнь. И вот я попыталась наметить некоторые приемы формирования вот этих вот аспектов игровой компетентности воспитателя. И первое из них, конечно же, воображение. Воображение. Воспитатель должен уметь преодолеть давление окружающей ситуации, придумать предметы заместителей, придумать какие-то интересные роли, интересные сюжеты. Все это надо развивать. И у детей, и у студентов, и у педагогов, которые будут скоро учить детей играть. И тут есть, в общем-то, наработанные приемы, сочинение сказок, сочинение мультфильмов, сочинение всяких историй. В общем, это вещь достаточно понятная и использованная. Но богатое воображение – это далеко не все. Богатое воображение нужно и для писателей, для сочинителей, для сказочника. А тут важно передать, включить детей вот в этот самый сюжет, в эту самую воображаемую ситуацию, которую создал педагог. А для этого нужны особые качества, а именно эмоциональная выразительность. Не только придумать, но и показать, изобразить, превратиться в кого-то, поверить в воображаемые обстоятельства. То есть это уже такая компетенция, которая близка к актерской, когда нужно собою, своими интонациями, жестами, голосом вовлечь, сделать какой-то сюжет интересный для педагога. И для формирования этой способности, видимо, нужны какие-то особенные приемы, которые близки к актерской технике. Кстати, когда-то в педагогических вузах некоторых преподавалось вот это актерское мастерство. И это очень правильно, особенно для дошкольного педагога, который работает прежде всего своим телом, своими интонациями. Вот. Ну и еще одна очень важная вещь, потому что можно быть прекрасным актером и любить очень выступать перед детьми. Но тут надо не только выступать, а передать им эту самую инициативу. Передать им эту инициативу. Это у меня уже среда, да? Значит, я пропустила. Пропустила. Короче, передать им эту инициативу. И для этого необходима какая-то коммуникативная чуткость. Не самому забивать все пространство, что, кстати, для педагога бывает очень увлекательно, когда он сам выступает, рассказывает, и он тем самым не то, что подавляет, но превращает детей в зрителя. А тут вот очень важно вовремя уйти со сцены. Чувствовать, когда дети уже сами схватили мысли, сами дали разговаривать, снижать степень своего участия и уступать место вот, собственно, своим воспитанникам. Собственно, своим воспитанникам. Это достаточно трудная вещь для педагога. У нас педагоги очень много сами говорят, сами выступают, сами показывают и не могут передать вот этот самый факел, так сказать, инициативы детей. Но для этой тренировки, этой коммуникативной чуткости тоже есть масса таких коммуникативных игр, заданий, задач, когда нужно учитывать партнера и подстраиваться под его собственную активность. Ну и, конечно, задача воспитателя – это создание адекватной игровой среды, в которой главная как раз адекватность для игры прежде всего. У нас очень часто воспитатели как бы ориентированы на чистоту, аккуратность, на какую-то безопасность игрушек, а игра иногда предполагает беспорядок, предполагает открытые материалы, которые совсем некрасивые порой, там ветки, камни, желуди и прочее. Предполагает гибкость и трансформируемость среды. В общем, все эти условия закреплены в стандарте, но реализовать их бывает очень непросто, не только в силу материальных причин, а в силу того, что у нас есть установки на некоторую красоту, как мы понимаем ее по-взрослому, и на такую вот безопасность этих самых игрушек. Вот эти установки тоже надо преодолеть для создания игры. Вот, но это я повторяю предварительные намеки. Понятно, что тема очень большая, но игровая компетентность это одна из главных характеристик профессиональных компетенций дошкольного педагога, о чем, собственно, написано в стандарте. Все.